Музыка Буквально недавно завершился наш такой большой тур, большая поездка по азиатскому региону. Началось это 6 мая в Индии. Наша компания принимала участие в большой выставке Smart Cities «Умные города». Небольшая предыстория. Smart Cities – это программа, которая несколько лет уже действует в Индии. Индусы провели конкурс, выбрали определенное количество городов, претендующих на статус «Умных», определили программу финансирования и начали теперь думать, что же это такое «Умный город», какие технологии прощают город в «Умный». До выставки мы подписали соглашение, это было 9 числа, в резиденции штата в Дели, провели официальные мероприятия, в том числе и для журналистов. Соответственно, с 10 по 12 мая в городе Дели проходила выставка «Умные города» и нашей первой целью поездки в Индию было принять участие. У нас был организован стенд, достаточно большой по масштабам выставки, и там мы должны были презентовать концепцию от «Умного города» к «Умному государству», потому что «Умные города» поодиночке являются точечными инновационными пунктами. Только объединение их, сеть с помощью высокоэффективных транспортных решений позволяет перейти от разобщенных «Умных городов» к сообщенному «Умному государству». Это была наша основная идея, которую мы хотели донести на выставке. Соответственно, целью номер один нашей поездки было принять участие в выставке. Целью номер два – это было продолжение работы с городом Дармшала, который является тоже «Умным городом», включен в эту программу. И, как вы знаете, по нашим новостным выпускам работа началась еще в прошлом году. И второй целью нашей поездки было установление уже неких формальных отношений с штатом Химачал-Прадеш и подписание соглашения о намерениях. На выставке мы демонстрировали модели скоростного городского подвижных составов, мы демонстрировали мотор-колесо, видеопрезентации. Одним из инновационных подходов к демонстрации технологии SkyWay было использование шлема виртуальной реальности, для того, чтобы каждый посетитель выставки, надев на себя этот шлем, мог ощутить себя либо внутри юнибайка, либо внутри юнибуса, и посмотреть изнутри, как выглядит подвижной состав и какой вид открывается, если ты на нем перемещаешься. По старой доброй традиции стенд SkyWay пользовался огромной популярностью. Начиная от чиновников высшего звена, в том числе у нас было маленькое такое отдельное переприятие, нас посетил председатель, ну или управляющий этой выставки, и мы совместно с ним провели отдельное открытие нашего стенда, которое впоследствии попало в официальные журналы выставки, по предложению этого управляющего выставкой Smart Cities. Людей было много, обычные люди интересующиеся, технологические эксперты, чиновники, то есть, как я уже говорил раньше, Индия сама по себе является огромным адресным проектом, поэтому работа там для компании SkyWay, продвижение там для компании SkyWay, это одно из, скажем, обязательных направлений развития бизнеса. Также нам было предложено участие в отдельной панельной дискуссии, которая называлась «Стратегическая дорожная карта развития Индии», на которой Анатолий Эдуардович выступил с таким своим визионерским посланием, присутствующим на этой панельной дискуссии. Это как раз вот та концепция, которую мы и хотели донести на выставке «Умные города», это от умного города к умному государству, то есть, через использование высокоэффективных транспортных систем, новых экологических технологий, новых технологий расселения, новых принципов расселения человека, новых принципов строительства городов, как можно превратить разобщенные точки умных городов в единую цепь умного линейного города и превращение государства в умное государство, «Смарт-стейт». По поводу впечатления, конечно, в связи с огромной занятостью мне удалось поприсутствовать на выставке только несколько часов, потому что мы постоянно перемещались по встречам, на выставке самой присутствовало мало, в основном, скажем так, отдувались наши коллеги, которые были с нами в команде, в команде и также ряд наших индийских партнеров. Но выставка произвела наиболее, очень интересное впечатление, потому что видно, что индусы очень хотят развиваться, у них огромная энергия, огромный потенциал внутри страны, поэтому я вижу, скажем так, по крайней мере, у них есть запрос на развитие, они активно хотят выходить на лидирующие позиции, и в том числе с использованием новейших технологий, новейших понятий, потому что «Умный город» – это довольно новая концепция. И факт того, что хотя бы в Индии они и говорят, и говорят не на уровне одного города, а на уровне целой стратегии, в которую входят десятки городов. После того, как мы завершили мероприятие в «Умных городах», мы поехали в город Дармшала, в котором провели презентацию проекта Skyway перед представителями городской администрации, городского совета. И после этого, по приглашению представителей Далай-Ламы, мы посетили его резиденцию, где удалась очень душевная встреча, и, скажем, мы имели честь познакомиться с одним из великих людей нашего времени. После Даншалы мы вернулись обратно в Дели, потому что у нас был уже запланирован ряд встреч с инжиниринговыми компаниями и промышленными компаниями, например, ТАТА, с которыми мы уже обсуждали вопросы использования местных экспертов и местных инженеров для совместного, скажем так, приземления технологии Skyway на индийские реалии, вопросы местной сертификации как путевой структуры, так и подвижного состава, потому что компании, с которыми мы вели переговоры, это, скажем так, метры в местных профильных индустриях. После этого мы посетили штат Джархан, где, вы знаете, также из наших новостей в феврале мы участвовали в инвестиционном саммите Momentum Jarhand, с которым мы продолжаем вести переговоры по поводу строительства тестового участка, а также возможности применения технологии Skyway в ряде проектов на территории штата. Мы посетили секретаря штата, провели, презентовали технологию и презентовали концепцию тестового участка. И следующий наш визит был уже губернатору штата, с которым мы также побеседовали по поводу возможностей Skyway на территории, но это было уже не касательно тестового участка, это было касательно гораздо больших планов стратегии Золотого Треугольника, которые хотят власти штата реализовать на территории Джарханда. И также у них есть большой проект по строительству порта. Хотя штат находится совсем не рядом с большой водой, но у них есть там проект по созданию водной артерии ближе к штату, для того, чтобы на берегу создать полноценный порт. Также мы выехали на одну из предложенных администраций штата территорий, которую можно рассматривать как будущий эко-технопарк Skyway на территории Индии. Анатолий Эдуардович лично поинспектировал состояние земли. Мы немного погулялись по территории после возвращения из Джарханда. У нас, скажем так, был довольно приятный сюрприз, потому что нам было предложено провести переговоры на очень высоком уровне. Пока я в силу конфиденциальности не могу открыто сообщать информацию, с кем мы именно говорили. Но, скажем так, после нашей презентации технологии Smart Cities и презентации подписания соглашения порядка четырех штатов проявили интерес в создании как проектов с применением технологии Skyway, так и возможности для создания индустриальных центров или научных лабораторий на их территориях. Поэтому, скажем, интерес мы создали в стране очень большой. Но это показывает уровень контактов, которые мы смогли собрать и с которыми мы провели переговоры после возвращения из Джарханда. И следующая наша поездка уже была в Индонезию, город Джакарта, уже для того, чтобы продолжить переговоры, которые были начаты в начале апреля на выставке Railway Expo в Индонезии. Конечно, по поводу следующей стратегии развития по Индии сейчас мы совместно с нашими швейцарскими партнерами и совместно с нашими индийскими партнерами уже разрабатываем стратегическую дорожную карту развития в Индии, которая будет включать в себя проработку всех контактов, проработку всех направлений, которые мы получили за эту очень, скажем так, полезную поездку. Мы будем готовить программу для установления четкой программы сертификации технологии на территории Индии. Мы прорабатываем вопросы, какие партнеры будут входить в консорциум, потому что в разных штатах, в разные компании представлены, я имею в виду, где-то это будет предложено для компании ТАТА, где-то это будет предложено для еще местных инжиниринговых компаний. То есть сейчас мы работаем над выработкой общестрановой стратегической дорожной карты. Соответственно, мы создаем в Индии компанию и приступаем работать уже на местном уровне. То есть сейчас мы приступили работать, скажем так, из-за рубежа, но для того, чтобы обозначить свое присутствие в Индии и показать, что мы там надолго и наши намерения серьезные по развитию технологии. Мы сейчас приступаем к регистрации компании. Уже будет там произведен найм сотрудников, необходимый минимум для того, чтобы производить работу. Ну и я думаю, что в ближайшее время, в июле, ваш покорный слуга отправится уже на более длительное турне в Азиатский регион для продолжения работы над нашим общим проектом. Строй Skyway! В reactiva чувак! В awaken AUD